Час Делягина на радио Комсомольская правда В последних четырех лет нас с вами непрерывно критикуют за то, что у нас мало хороших новостей. Мы все больше о проблемах говорим. И приходится отлаиваться, что я же не похож на департамент пропаганды какой-нибудь администрации. Я не могу вдумывать о хороших новостях в то время, когда их нет или мало. Но вот сейчас, если долго чего-то хотеть, то оно случается. У нас целый букет замечательных новостей. Хороших новостей. Да, во-первых, я просто горжусь. Я напечатал в одной из наших хороших газет статью с результатами социологических исследований. Это громко звучит, просто интернет-опрос. Понятно, что не совсем репрезентативно, но я провожу его уже третий год подряд. Вопрос один. Дорогие друзья, как вам стало жить по времени Медведева? Вам стало лучше или вам стало хуже? Вот первые два года после того, как товарищ Медведев заставил нас зимой жить по летнему времени, которое максимально на два часа отличается от природного, картинка была ужасающая. В течение двух лет люди не адаптировались к новому режиму. И в первый год, и во второй, 75% сказали, что нет, нам стало тяжелее засыпать, тяжелее просыпаться. Порядка 20% сказали, мы ничего не заметили. Как было, так и есть. И только порядка 5% сказали, что нам стало лучше засыпать и лучше просыпаться. На самом деле, 5% это норма любых отклонений, будь то психологические, сексуальные, даже склонность к предпринимательству, это тоже 5%. То есть это нормально. Но для меня было шоком, что количество людей недовольных не снизилось через год. То есть люди не адаптировались к этому. И при этом очень высокая актуальность темы. То есть когда вам сразу приходят несколько тысяч человек, ну понятно, что тема острая и актуальна. Почти как кавказский террор. Почти такая же актуальность этой темы, острота. В этом году я тоже провел аналогичный опрос. Аналогичная актуальность, но результаты еще круче. Недовольные чувствуют себя хуже не 75%. Чувствуют себя хуже 83%. То есть адаптации нет. Не то, что нет адаптации. Ухудшилась ситуация. Выработался какой-то режим запас прочности двухлетний. Ситуация начала сыпаться. Людей, которые довольны по-прежнему, чуть меньше 5%. Ну и где-то 12% тех, кто ничего не заметил. Было 20, стало 12. То есть тема сохраняет свою остроту. Люди не то, что не адаптируются, становятся хуже. И это проявляется уже не только в отношении к власти, но и просто в общественной психике. Потому что когда вы не можете заснуть и не можете проснуться, ваша психика разрушается. И так у всей страны. Все-таки вот эксперименты господина Медведева, тогда бывшего президента, в общем-то нам всем очень дорого и стоили, и очень дорого и стоят то. И сказать, что зато на этом поднимается отрасль психиатров, нельзя, потому что у нас, в отличие от Соединенных Штатов Америки, такой отрасли нет. Массовой психиатрии у нас нет. И психоаналитики. И психоаналитики, и психотерапевтики, и так далее. И вот хорошая новость. Буквально на следующий день после публикации этой статьи прошли якобы какие-то утечки о том, что вот, ну вы знаете, вот сейчас Олимпиада пройдет, все эти контракты дорогие, значит, на рекламное время они будут реализованы, и мы будем возвращаться к нормальной жизни поближе к природному времени. Конечно, эти утечки могут не реализоваться. Там приближенные господину Медведеву просто истерику закатили по этому поводу. Ну как положено, как же может. Человек всю страну поставил на уши, пусть она теперь так живет, это же Медведев. Как вы можете вообще заикаться про это. Но тем не менее, такого рода утечка эта штука уже знак. Это приятно. Тем более нулевой, это промилле драконовской его отменили, так что... Да, варварская, варварская, безумная промилле, которая не то, что нельзя было пить кефир, так оно не ловилось приборами. То есть его теоретически невозможно было обеспечить это правило. Но вот товарищ Медведеву захотелось, он же у нас властелин пространства и времени, а ему же безразличны законы физики, он же юрист. Он же не знает, что если написать указ о том, что Солнце должно сходить в другое время, Солнце не выполнил этот указ, это не будет нарушением уголовного кодекса, и Солнце нельзя будет за это посадить, насколько я могу судить. Вот. Ну, тем не менее, это хорошая новость. По нашим временам уже даже слухи, это не так плохо. А вот не слухи. Нам очень долго рассказывали о том, что цены могут только расти. Мы к этому уже привыкли. Более того, нам московские власти рассказали замечательную мульку, и многие поверили, что если цены на проезд в метро повысить за одну-две поездки с 26 рублей до 30 рублей, то никаким повышением цен на самом деле это не является. До 40 рублей. До 40, да, до 40. То есть вообще более чем в полтора раза. Понимаете, это настолько чудовищно, настолько не укладывается в голове, что я даже не смог эту цифру выговорить. У меня возникает ощущение, что плата за проезд в метро, она отчисляется не в метрополитен, она как плата за парковки идет куда-то на Кипр. И людям не хватает денег, чтобы построить там очередное... Я уж не знаю что, потому что на эти деньги можно весь Кипр превратить в рай, в пятизвездочную гостиницу. Но тем не менее, на голову глазу нам рассказывают, что это никакое не повышение цен. Потому что те 30% денег, которые московский метрополитен получает от продажи именно разовых и двухразовых билетов, это вообще непонятно, кто их покупает. И вообще-то, наверное, какие-то не люди их покупают. А какие-то не люди. Возникает ощущение, что продажи, что однодневные, двухдневные билеты продаются московским метрополитенам, исключительно чеченским террористам, поэтому их нужно наказать за это. А нормальных людей это не коснется никак. Ну, понимаете, когда в свое время на чиркизовском рынке был пожар, Илушков сказал, не волнуйтесь, ни одного москвича не пострадало, все вызарелись, потому что, конечно, никто не любит, так сказать, трудолюбивых соотечественников, которые представляют угрозу жизни и общественному здоровью, и общественной, так сказать, эпидемиологической ситуации. Но они все равно люди. Да, это понятно. И когда сейчас московские власти говорят, это же в еще ухудшенном варианте, то это чудовищно. Но, несмотря на все это, мы получили великолепный, позитивный пример. В городе Петрозаводске в прошлом году случилась маленькая неприятность. Мэром стал неединоросс. Там женщина, она местная, здешняя, она опиралась на поддержку яблок, она беспортийная, она неединоросс. За что ее избрали мэром? И вот мы видим результат избрания человека не из единой России. Проезд на троллейбусе в городе Петрозаводске подешевел с 17 до 10 рублей. Ну, а у нас сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правда». Да, и я сразу хочу договорить, что в Петрозаводске не все маршрутчики, безусловно, отморожены. Мне вот сейчас уже обратили мое внимание впервые на это вежливо и корректно, если можно так сказать. Действительно, там есть некоторая часть маршрутных такси, которая нормальная, которая просто снизила цены. И сказали, да, отлично, мы будем возить за 15 рублей. Нам вполне это нас устраивает по экономическим показателям. И я думаю, что там, где нет троллейбуса, люди вполне будут ездить за 15 рублей, ничего страшного. То есть, эта ситуация не разрушительная, не катастрофическая. Ну, сейчас уже все либералы подняли вой во всех блогах, что если государство делает шаг навстречу людям, то это обязательно оборачивается катастрофой. Ну, господа, это бред собачий. Не надо заниматься враньем. Ну, на самом деле, список хороших новостей на этом не закончен. Конечно. Продолжается. Нам подарить целый букет хороших новостей. Ну, Россия не из Лексутовых состоит. Это начальник департамента транспортной политики города Москвы, который производит впечатление маньяка, только не сексуального, а транспортного. Непонятно, что лучше, потому что он сначала сделал платную парковку внутри бульварного кольца. Причем сделал платную так, что там даже в некоторых местах паркоматов не было. То есть, нельзя было оплатить, можно было только штраф получить. Потом распространил на садовое кольцо, одновременно повысив цены. А сейчас хочется уже распространять за пределы садового кольца. И опять же повысит цены. Да. То есть, это возникает ощущение, что Москву хотят превратить в город для миллионеров. Ну, для миллионеров-чиновников, как я понимаю, имеется в виду. И трудолюбивых соотечественников. Ну, я думаю, что самый богатый официальный чиновник. Я думаю, что те, кто стали выгодоприобретателями взамен хорошего тротуара на плохую тротуарную плитку, они намного богаче господина Лексутова при всем моем к нему отношении. Но просто они это не публикуют официально. Он же там эстонский бизнесмен в свое время, как я понимаю. А эстония страна прозрачная. Возвращаясь к хорошим новостям, когда обанкротился банк Пуштина, ну, это вот замечательное дело Полонского, этих жуликов, всех остальных, и возникла страшная тема, которой раньше не было. Что потеряли огромные деньги обычные люди-вкладчики, но потеряли и огромные деньги, и разорились индивидуальные предприниматели, которые от обычного человека ничем не отличаются. Они точно так же, как и обычный человек, не имеют физической возможности оценивать качество банка. Банк Пушкина выглядел вполне пристойно. А как и другие банки этих братьев Фалякиных, я в свое время в банк Кедр чуть деньги не положил свою собственную. Должен покаяться. Даже вы? Да. Ну, просто ходил в гости к хорошему знакомому, там был офис этого банка в цокольном этаже, и очень приятный был офис. Я еще порадовался, название хорошее, и офис хороший, и люди приятные. Вот. То есть можно было попасться. Но почему-то считалось, что если вы занимаетесь предпринимательством, то вы должны нести ответственность за все риски. Мы не будем вас защищать, потому что, типа, предприниматель – это не человек. И была довольно большая волна возмущения сразу. Вы знаете, удивительная вещь. Государственная дума, о которой я привык, и многие привыкли говорить, как о сборище взбесившихся принтеров, а не просто проснулась, она мгновенно посуетилась, она мгновенно приняла, проштамповала закон о том, что индивидуальный предприниматель тоже человек, и средства индивидуального предпринимателя в 700 тысяч рублей должны попадать в программу обязательного страхования вкладов граждан. И вот сейчас банки, которые в этом году банкротятся Банком России, это эхо, на самом деле, Пушкина, это эхо Мастербанка, и в Мастербанке тоже погибли деньги индивидуальных предпринимателей. И эти деньги индивидуальные предприниматели уже получат. Получат эти 700 тысяч рублей. Да, конечно, если у вас было 5 миллионов, ну, называется, вам не повезло. Но в этом этапе есть объективный пределы страхования. В Европе 100 тысяч евро, да, это Европа, это еврозоны, это богатые страны. Они это себе заработали. Мы себе заработали пока на 700 тысяч рублей. Давайте посмотрим на нашу страну, где 53% населения вообще сбережения не имеют, по данным ВЦООМа. Да, а несколько лет назад не имело 70% сбережений. Так что для нашей страны это удовлетворительно. Не могу сказать, что хорошо, но это терпимо и удовлетворительно. И то, что уже индивидуальные предприниматели хоть как-то, хоть в чем-то оказались защищены, это хорошая, позитивная новость. Хотя то, что люди все еще держат деньги в банках, которые выглядят черти как и занимаются черти чем, это новость плохая. С другой стороны, когда вы суетесь в Сбербанк или суетесь в ВТБ, вы получаете такой пакет удовольствия, что вы готовы вложиться к любым бандитам, к любым преступникам, лишь бы не терпеть этого унижения. Это тоже серьезная вещь. Так что это хорошая, позитивная, конструктивная новость. Что там дальше в списке хороших новостей? Ну, знаете, я подошу извинения, конечно. Но на этом хорошие новости кончены. Еще есть, на самом деле, хорошая, конечно, новость. У нас медленно ухудшается экономическая ситуация. А, вот это хорошо, что медленно. Могла ухудшаться быстрее. У нас, например, положительная сальда текущих операций платежного баланса. Оно сократилось более чем в два раза. Было 70 миллиардов долларов, стало 33, но позитивно. Все равно больше нуля. У нас почти не увеличивается отток капитала по черным каналам. В 2012 году было 10 с чем-то миллиардов долларов, в этом году 11 с чем-то миллиардов долларов, не страшно. А ток капитала по серым схемам, вот таким, по фиктивной документам, которые в конечном счете ловятся, но они осуществляются, тем не менее. Сократился с 35 до 28 миллиардов долларов. Это тоже хорошая новость. Так что есть некоторые позитивные новости, но главное это три. Возможность отмена времени, завершение Олимпиады, защита индивидуальных предпринимателей и то, что Петрозаводск показал пример всей стране. Опять же, московские власти и либеральная тусовка в целом сделают все, чтобы не просто замолчать позитивный Петрозаводский опыт, но чтобы его раздавить. Я не удивлюсь, что если с мэром Петрозаводской случится то, что происходит с 90% мэров, которые избраны не от Единой России, их либо сажают, либо выгоняют другими способами, либо принуждают вступление в Единую Россию. Но мы уже имеем позитивный результат мэра не Единоросса. Один пример в России снижения цены – это пример знаковый. Ну, от мэра перейдем к губернаторам. К какому разряду вы относите новость, что ушел в отставку, вот на днях буквально, губернатор Курмача Ледовской области? А, Юрьевич! Ну, понимаете, это нейтральная новость. Господин Юрьевич был далеко не худшим губернатором Российской Федерации, хотя, безусловно, не лучшим. Господин Юрьевич, ну, я, собственно, обратил на него внимание, потому что он очень неудачно погулял в Ниц. Причем он, в отличие от многих других, как я понимаю, делает юридически грамотно, то есть не за деньги, а бюджет, области. Но про это случилось сразу после, так сказать, завершения урегулирования последствий наводнения в самой Челябинской области. Это была наглядная демонстрация показного употребления, которое недопустимо в бедной стране, в любой, в том числе и в нашей. А потом господин Юрьевич отметился тем, что там было несколько скандалов с сокращением людей на предприятиях в Челябинской области. Опять-таки объективная ситуация. Предприятие старое, предприятие сыпется. Черная металлургия мира в большом провале. Они потеряли 7500 человек. Выкинули на улицу. Но когда сенатор Челябинской области, как я понимаю, друг Юрьевич, господин Готаров, на слушаниях официально, в общественной палате, назвал 7500 человек статистической погрешностью, я, конечно, воздержался, но все-таки сенатором, я хотел бы сказать, что она еще родная. Давай мы тебе эту статистическую погрешность включим и посмотрим, как ты споешь. Потому что это города маленькие, из них невозможно уехать. 7500 человек в Москве, это вообще не величина, они завтра устроятся на другую работу. 7500 человек в самом Челябинске тоже есть куда пристроиться. От каждого в Золотоусте 900 человек. А некуда, город небольшой, и у них нет денег куда-то переехать. Соседняя Свердловская область захлебывается от нехватки рабочих рук. Но вот договориться с соседями и обеспечить программу переселения, нет, это было не для губернатора. И когда я начал довольно корректно обращать внимание на эти проблемы, я получил просто вал совершенно помойных публикаций. То есть пиарщики Юрьевича, ну, вплоть до того, что в тот день, когда я единственный, первый раз в своей жизни начал критиковать РЖД, потому что я очень люблю эту компанию, у меня с ней много всего связано, я еще курировал, еще работая в правительстве 10 лет назад, действительно очень добросовестные люди, но тот бардак, который происходит в отрасли, он уже недопустимо невозможен. И дело не в фольклорных шубохранилищах, дело в том, что просто происходит дезорганизация грузоперевозок масштаба всей страны. Мы об этом говорили как-то. Вот, в тот самый день, когда я покритиковал РЖД первый раз в своей жизни, я получил огромную статью о том, что я, оказывается, защищаю РЖД. Наверное, дело это за деньги. Вот, причем были явные челябинские следы, насколько я могу судить, в этой истории. Вот, то есть я подозреваю, что господина Юрьевича похоронили его пиарщики, потому что продолжать этот цирк с конями, с сенаторами и депутатами было уже невозможно. А у нас сейчас небольшой перерыв. Продолжается «Час Делягина» на волнах «Комсомольской правды» в студии Михаил Делягин, директор Института проблем и глобализации, я журналист комсомолки Евгений Чернык. Михаил Юрьевич. Да, ну и тема, на самом деле, нас приближается серьезная, нерадостная. Хотя определенный контингент людей уже 90 лет подряд в этот день празднует, веселится, как будто на хануку. Он танцует, напивается на радостях и так далее. 21 января – это 90 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Это юбилей. Это дата. И в связи с этой датой стоит сказать принципиально важные вещи в связи с этим человеком. На самом деле, в отличие от Сталина, мы живем в стране, которая построила не Ленин, но и построила Сталин. И Ленин – это был борец раннего этапа, который, собственно говоря, плодов своих трудов и не увидел. Ну, не считая, конечно, морковного чая. Но есть три принципиальных вещи, о которых нужно сказать обязательно. Именно в этот день или приближаясь к ним. Первое. Большевиков зовут разрушителями. Большевики разрушили царскую Россию. Господа, когда была царская Россия, большевики были маргинальной партией вроде национально-большевистской партии Лимона. А эти совпадения в терминах не случайны. Их было, дай Бог, 10 тысяч на всю страну. Они были стойки, они были идейны, они были преданы, они были последовательны, но они не были никакой реальной политической силы. Царскую Россию, о которой многие сейчас настрагируют усиленно, уничтожили не большевики. Ее уничтожила буржуазия. Ее уничтожили в ходе февральской революции, точнее, февральского переворота, когда представители буржуазии, обманувшие, уговорившие военных, пришли к Николаю II и принудили его подписать отречение. Он подписал его карандашиком, а может, вообще не подписал. Но в дальнейшем вел себя так, как будто действительно его подписал, действительно отказался от власти. За что и поплатился. И вся его семья за это поплатилась. Но февральскую революцию делали не большевики. Это дело именно буржуазии, причем буржуазия интернациональная. И она не смогла сделать ничего. Потому что, как у нынешних либералов, обязанности перед глобальным бизнесом были значительно больше, чем обязанности перед собственным народом. Потому что людям дали свободу, решили, что этого достаточно. Хлеба не дали, хлеб отобрали. И лозунг «Война до победного конца», который похоронил Временное правительство, очень внятно показывает, что Временное правительство служило интересом не России, не народа России, а служило интересом, выражаясь современным языком, глобального бизнеса. Это полная калька наших либералов. Просто у нас время Временного правительства подзатянулось более чем на 20 лет национального предательства. Ленин и большевики взяли власть в ситуацию, когда они действительно валялись на улицах, в грязи. Когда Временное правительство некому было защищать, кроме юнкеров и женского батальона смерти, личный состав которого был, по-моему, сильно меньше роты. То есть просто некому было защищать. Мы все смотрели фильм Эйнштейна, как матросы лезут на ограду, ничего этого не было. Это более соответствует историческому анекдоту. Смольный? Смольный. Пиво есть? Неа. А где же пиво-то? Пиво в зимнем? Ура! То есть в зимний дворец просто вошли. Просто вошли, немножко постреляя в воздух, немножко постреляя в сторону баррикад, откуда все разбежались. Там не было вообще сопротивления. Некому было защищать эту прогнившую власть. Она вызывала всеобщее мерзение. И большевики, придя в ситуации кромешного развала, полного развала, так же везнодорожники объявили блокаду. Не было перевозок. Помните, блок уже развел руками черными вигжель пути. Мы стали злыми и покорными, нам не уйти. Уже развел руками черными вигжель пути. То есть полная блокада. И большевики заново строили страну. И Ленин был неразрушительным. Он был созидателем. В той части своей биографии, когда он действительно имел отношение к государственной власти и возглавлял ее. Второе. Нам может нравиться или не нравиться исламская демократия в Иране. Но мы не можем не признать, что это демократия. Это власть народа, для народа и во имя будущего народа. Точно то же самое. Нам может нравиться или не нравиться диктатура пролетариата. Хотя в тогдашних кромешных условиях она была даже в чем-то и гуманной. Но это была более демократичная система, чем все современные ей, и не только в 18-м, 20-м, 21-м годах, но и даже и в 30-е годы, чем все современные ей буржуазные демократии. Она была власть народа. Да, со всеми его недостатками, даже пороками. Потому что народ после гражданской войны, понятно, что психика разрушена. Но тем не менее, это власть народа, для народа, и во имя будущего народа. То есть не только текущие интересы награться и забыться, но и перспективные интересы на будущее. И это то, что у нас из нашей исторической памяти стараются вымарать и вытравить всеми силами. Большевики создали систему, которая нам сейчас кажется тоталитарной. Но в то время она была не просто максимально демократичной в тогдашних условиях, она была наиболее демократичной на фоне всего остального мира. Я напомню, что в замечательной стране Великобритании женщины получили право голоса в 1929 году, когда у нас уже началась коэктивизация. И третье, заключительное, что хотя Ленин оплеван, хотя разного рода клоуны регулярно обсуждают вопрос о не продолжить ли нам процессы исторического разрушения Москвы, вынеся его с Красной Площади, ликвидировав Мавзолей. Что Мавзолей на любой государственный праздник драпируют разного рода фиговыми листочками, как будто это нечто непристойное. Но тем не менее, Ленин исторически является победителем. Он хотел более гуманного, более справедливого и более эффективного общества. И политический механизм, который он создал вручную, партия большевиков, при всех своих недостатках и даже пороках, создала более гуманное, более демократичное и, в конечном итоге, более эффективное общество, чем царская Россия. И это историческая победа, безусловно, которую тоже пытаются вытравить из нашей памяти. Нам на каждом углу рассказывают, что ну, это же не бывает, чтобы было бесплатное и качественное образование. Но это же невозможно себе представить, чтобы было бесплатное и качественное здравоохранение. Но это же не мыслимо, чтобы в городе не было этнических гетто, где самое лучшее, что в своей может случиться, это безболезненное убийство. Но это же не бывает, чтобы не было продажных служб правопорядка. Но ведь так же не бывает, чтобы ЖКХ было дешевым. И так далее. Но мы-то знаем, что все это было. На нашей памяти. На нашей памяти. Когда нам говорят, что вы понимаете, что не бывает бесплатного отдыха. Ребята, а вы врываете. Бывает. Было. И это несложно сделать. И что самое главное, это будет очень недорого сделать. Просто воровать надо. Чуть-чуть меньше. Что? Коммунисты в брежневской эпохе не воровали. Ху, еще как воровали. Но эффективность экономики была таковой, что хватало и всего остального. Что? Нельзя сделать экономику, которая ориентируется на собственные нужды, а не на нужды глобального бизнеса. Нам сейчас говорят, что это невозможно, немыслимо, недопустимо. Что так не бывает. Это путь к катастрофе. Но мы-то знаем, что так бывает. Мы-то знаем, что такая экономика возможна, и она прекрасно работала в нашей стране. Конечно, у нас был торговый дефицит. Но уровень жизни людей в среднем, в Советском Союзе, на завершающем этапе его жизни, был выше уровня жизни сегодня. Хотя не было цветных телевизоров, не было компьютеров. Но была безопасность. Мысль о том, что лекарство может быть контрафактом. Да, такого не было. Мысль о том, что нет денег для того, чтобы ребенок поступил на нормальный ВУЗ, такой мысли не было. Да, дипломы продавались в Кавказских республиках, но из-под полы, тайком, и все равно нужно было иметь некоторый уровень знаний. Когда это вскрывалось, это были грандиозные скандалы, даже посадки. Так что, Ленин победитель, потому что он создал гуманистичное и его последовательное. Он дал первичный импульс, благодаря которому, благодаря импульсу, было создано гуманистичное и эффективное общество. Самое гуманистичное, самое эффективное общество и в 70-е годы тоже. Так что, Ленин победитель. И, смотря на людей, которые резвятся на его могиле, на всех этих Адольфов, не помнящих родства, на всех этих людей, людей, а то либеральных людей, которые, будучи должны, миллионы долларов плюют на могилы советских конструкторов, мы должны помнить, что коммунизм может нравиться или не нравиться. Это вопрос идеологической ориентации. Но невозможно отрицать исторические факты, что это был не разрушитель, это была попытка созидания, другое дело, что до процесса созидания человек не должен, что это было созидание ощупью. И самое потрясающее в Ленин это способность признавать ошибки. И Ленин стал победителем, и я думаю, мы еще увидим, что он будет победителем в нашей стране тоже. На этом мы завершаем Час Делягина. В студии был Михаил Делягин, директор института проблем глобализации и доктор экономики и их наук. Я журналист комсомолки Евгений Черных. До свидания, друзья, до новых встреч в эфире. Час Делягина на радио Комсомольская правда. Комсомолки